Бойса, сделал кое-что очень жесткое, из-за чего у меня сейчас серьезные проблемы. В следующих 10 секунд будет спойлер. Набрадань! Мы швина! Ё-моё, тут скорости нет! Привет, привет Бойса! Сегодня у нас очень жесткое видео, необычное. Так что ставьте уже лайк и подписывайтесь на канал, потому что следующий видос будет еще жестче. Обычно хотите его пропустить? Так вот, сегодня хочу поговорить об очень важной социальной теме, на спортивную тематику. Хочу поговорить о спорте, но не о фрирайде, которыми занимаюсь всю жизнь, а о более развитом виде спорта, это плавание. Потому что каждый человек может заниматься плаванием, это полезно для здоровья, в отличие от фрирайда. Этот кусок я звучу дома, потому что я забыл сказать, что у нас ровно проблемка с этим. Фрирайд калечит, а плавание лечит. В катании на велике я получил грыжу позвоночного диска, и плавание как раз мне помогает. А для того, чтобы привлечь ваше внимание к этому видео, мне придется сделать кое-что очень и очень жесткое. У нас в городе есть пловец, он чемпион Европы по плаванию и призер мировых соревнований. Когда этот плавец пришел в один из наших бассейнов ровно, ему сказали платить за вход. Представляете, чемпиону Европы платить за вход. Более того, даже тренеру его сказали платить за вход за то, что он не плавает, а возле него ходит. Нет, он не заказывал у меня рекламу. Эта ситуация меня настолько разозлила, что я решил просто взять велик, поехать в этот бассейн и прыгнуть с вышки. Я обучаюсь. Напискаешь так, буду на российском ове забавязанный? Обязан. Обязан, да, спасибо. Это частный бассейн, и он не обязан, конечно, пропускать бесплатно кого-либо. Я понимаю, по закону да, но это же чемпион Европы, с вашего города, можно же как-нибудь поддержать. Более того, тренер, тренер, который не плавает, зачем с него брать деньги? Эта ситуация меня жутко разозлила, поэтому я сейчас еду туда и разберусь. Но в своем жестком стиле. Сейчас будет жесть. Справку сделал о здоровье, о том, что здорово. Взял себе шапочку для бассейна. В правилах бассейна нужна шапочка, справка и заход 120 гривен. Я взял 240, ну и 500 за велик и за себя. С великом, не знаю, или можно, конечно же, меня не пропустят, ребята. Но на входе не пишет, что с великом нельзя. Но если вахтерша станет передо мной, ребята, извините, я ничего не сделаю. Если я успею пробежать, и она меня не поймает, вы должны поставить лайк и подписаться на канал. Но это очень стрессово. Я даже планировал целую ночь, как это сделать, и не спал. Представляете? Не люблю такое делать. Лучше челленджи снимать. Вы не подумайте, что я прямо сейчас так вот еду с грязными колесами туда. Мы договорились с валиком, что поедем на мойку, помоем велик, продезинфицируем. Моем хлоркой, в руках несем в бассейн, так, чтобы он не торкался пола. И валик пойдет первым и посмотрит, или нет людей. Если сегодня есть люди, придем завтра. Мы убедимся, чтобы все было максимально чисто. И убедимся в том, чтобы никто не плавал. Извините, мужики, что трежек. Как думаете, если есть шапочка, у меня справка в бассейн? Я могу на велике, если помою его, прыгнуть с вышки? Вопрос интересный. Ну справка есть, со здоровьем, шапочка. Рама и так уже поломала. В бассейне с вышки? На авангарде? Да. На авангарде. Ну поедет прыгнуть все. Уже рама поломана. Уже мотоцикл. Ну да, рама поломана уже пять раз. Тебе скажут сразу, что... Ну мы попробуем. Попробуй. На канале Мишаня Огроник выложу видео, посмотрите. В ютубе. Спасибо. Плюс три подписчика. Эти видео я хочу привлечь внимание властей не к фрирайду. Уже смирился. Десять лет я пытался что-то развить этот спорт. Но я понял, что зарабатывая, как я в прошлом месяце, 500 долларов в месяц, у меня ничего не выйдет. А власть никак не заинтересована в моем спорте. Поэтому обращаюсь насчет обычного спорта к вам. Я считаю, что любой спорт должен поддерживаться, спонсироваться со стороны власти. Тем более плавание. А вы его не поддерживаете. Что говорить о экстриме? Когда же вы поймете? Особенно детям и подросткам нужно куда-то девать свою энергию, чтобы не делать глупости. Посмотрите, как много детей на самокатах и BMX-ах, аскепарках для них нет. Какой стимул молодежи вкладывать всю жизнь в трениров, если в нашей стране нет перспективы. Поэтому так много алкоголиков, курильщиков и бедла на улицах. На улицах страны, в которой вы живете. Зачем вам огромные замки, если хотя на улицу видишь злых и бедных людей? Зачем вам под 20 спорткара на человека, если нет дорог? Мы трамплины разрушили, которые строил сам два года. Много кто спрашивает, у нас зима или лето. Ребят, у нас такая зима. Я извиняюсь, что тревожу. Скажите моим подписчикам, пожалуйста, что у нас зима, а не думают, что у нас лето, что нет снега. Зима у нас сегодня? Да. Спасибо большое. Вот видите, ребята, у нас зима. Женя, дай наклейку. Привет, наклейка, Нема. А шо есть? Есть влог, который снимаю сейчас. Ох уж эти подписчики. Ребят, подписчиками называю своими друзьями, а друзей подписчиками. Потому что вы все для меня друзья, вас люблю. Ну так, официально подписчики просто. Подписчики это для меня самая важная поддержка. Хоть я даже в ютубе сейчас не зарабатываю практически. Я все равно обожаю своих подписчиков. Столько поддержки, сколько вы даете. Это просто невероятно. Мотивируйте меня изо всех сил стараться снимать видос. Конечно, не всегда приятно, когда наклейку просят. На все равно я вас люблю. По дороге ездить нельзя, как я. Бассейн вырваться нельзя. Не повторяйте ничего с того, что видите в моих видео. Я вас умоляю. Это единственный бассейн в нашем городе, где есть вышка. Хоть вышка и маленькая. Я больше прыгнул, конечно, с большой самой, который есть по договоренности. Но без постановы даже страшно просто заехать. Не то, что прыгать с вышки, ребят. Ну вот, я уже подъезжаю к бассейну. Самое главное, чтобы посетители, которые там плавают, не залились на меня. Но обычно позитивно все реагируют на мои выхватки. Поэтому, надеюсь, тут тоже будут заулываться. Потому что мне главное не испортить настроение людям. И все. Остальном всем я позаботился уже. С уважением отношусь к работникам и посетителям бассейна, и посетителям торговых центров, когда катаюсь, аккуратно езжу. Никакой опасности им не создаю. Из-за этого я фиксирую все на видео одним кадром. Так, мы приехали на мойку вымывать велик, чтобы не было ни капли грязи. Кстати, насчет смазки, велосипеде. Я уже два года или три не смазывал велик, Валик. Серьезно? Ну, год не катался последний, а предыдущий год я катался, но не смазывал. Даже если бы ты смазывал, смазка остается на металле, а не в воде. Она же не жидкая, она не цепляет. Ну, короче, смазки нет. Сейчас еще вымоем нормально, и все. Никаких претензий не должно быть. Сейчас флорочкой помоем еще. Как мне пройти? Если я не пройду, это я лохануюсь максимально. Снимаем за два дня влог, потому что колеса не могу испачкать. Валик ждет в бассейне, попросил людей отойти с подвышки. Но я так меджуясь и нервничаю, что я не знаю, как мне туда вообще... Просто я так придавал бы клип и не боялся даже. У меня все трусится и тошнит. Ребята, если сейчас ворвусь и все выйдет, вы должны подписаться на канал же Steam для челленджеров, чтобы я больше не нервничал так сильно и спал поначалу. Ой, бабочи, мать. Добрый день. Тут справка. Из-за двоих я сейчас оставлю велосипед, переживаю, что 100 тысяч стоит. Нет. В машине не закрывается просто. Нет, вы не будете его ставить. Я на лестницу ставлю. Нет, нас тут не можно. Просто 100 тысяч реально стоит. В выходе там поставьте. Он 100 тысяч стоит. Я ставлю тут в раздевалке и спущусь за сдачу. Нет, вы поставите біля виходу. И за сдачу спущусь сразу. После біля виходу поставлю в тему кулидорчику. Я тут оставлю? Нет, вы думаете... Он 100 тысяч, серьезно. Я ж... Машина! Я ставлю тут. Да что? Да что? Да что? Да что? Да что? Нет. я вижу все хорошо не переживайте извините пожалуйста велосипед я вымыл все хорошо йомой то скорости нет вали то скорости вообще нет зинза-дропа или так я думаю так я не знаю пока что нет нет реакции да еще раз туда быстро я не думал что так быстро ворвешься нет две дроп еще с ними у нас уже тут еще один раз вы извините пожалуйста не очень неловко но нужно шапочка упала миша шапочка упала я даю шапочку я шапочку забыл одеть вот это я дурак правилах писала шапочка я взял с собой нереден шапочку справку деньги все как положено и велосипед даже вымыл спасибо серьезно говори не хочешь ну как хочешь я тогда погнал хорошая блин сделал шапочку с собой и не одел дурак перенервнусь все спасибо вот держите мой номер телефона я просто мокрый весь я переоденусь и приеду у тебя курточка есть? нет нет я переоденусь и приеду тогда вот мой номер смотрите перепишите я так замерзну просто я без знаешь где там контент не назбираешь не назбираю контент не назбираешь запишите пожалуйста мой номер я не буду писать я сейчас приеду но на всякий случай блин а цей шо че одна металка ну тут стерлась а вот вот оно порвется просто подчекай че это у меня не работает и я такого не допускаю ворвался только что с вышки с великом прыгнул в бассейне нормальный поступок или плохой? нормально нормально? спасибо блин мокрый с зимой плюс 5 градусов у нас я в кофте овриней только что с вышки прыгнул на велике в бассейне с вышки прыгнул прыгнул на велике прыгнул на велике в дичь пацаны и все нормально относится к этому я в шоке вообще добрый день можно вопрос ворвался на велике в бассейн прыгнул с вышки но забыл одеть шапочку нормально или нет? что что шапочку забыл одеть? нет не нормально? не одобряйте? блин не одобрили то что я шапочку забыл блин так стыдно не так неудобно это капец просто сейчас надо подочекаться поговорить а по поехать породиться надо же тебе с директором поговорить не ну что на месте разобраться чтоб там заяву написал на хулиганство я же твою особу даже не знаю как я справку сдал с фамилией и именем я сдал справку что я здоров и там указана моя личность все в этой справке ну что знали что я никуда не убегаю давали говорит скрутки прыгай а скрутки нет скорости знал что передача очень тяжелая и я на нос ушел я второй раз поднялся с синтеза дроп на шапочку забыл одеть два раза шапочка в кармане была так и у меня длинные волосы замерз уже я спрашивал или нормальный поступок что я без шапочки прыгнул на велике очень холодно сейчас зимой ну нормально я бассейн первый раз за год пошел или за два так стремно ты шо лучше трюки делать не люблю социальные эти штуки все я думаю типа директор не будет писать заявление в полиции ну как бы уже все прошло ну я просто не знаю или они захотят возьмем все ну я сейчас я извинюсь просто и предоставлю свои услуги по рекламе для бассейра а ты тут? да нормально она директора говорит вызвала директора вызвала? да но я составил свой номер ну жесть вообще позитивная реакция была кстати посетители улыбались да и с медик подошла я твоя подписчица сказал медик там ооо круто мужик такой типа на дорожке на которой ты должен был прыгать говорю это моя любимая дорожка пожалуйста так дорожка как дорожка да я говорю то я просто прыгнуть хочу ну а я попросил у вас второй на третью перейти и он такой ну здесь в принципе недалеко окей хорошо а что снимаешь что будешь снимать говорю да прыжок хочу сделать там на youtube типа там туда сюда сейчас прыгну ооо плавец что-то там прыгаешь акробатика я говорю да половец акробатик ну хороший мужик упал там они вообще позитивные я извинялся несколько раз я думал будет кричать там люди что знают ну с великом носки же steam промочил полностью это самое печальное что сегодня случилось сейчас снимаю защитку сушусь ставлю новый руль на велик мне пришел новый руль и еду прыгать для вас трамплинчики дертики и делать то что я умею лучше всего погнали никуда не погнали ребята извините катания не будет потому что у меня серьезные проблемы директор бассейна написал на мне заявление в полицию я оставил свой номер телефона думал он наберет я брал от всех подписчиков у меня по 50 звонков в день от левых номеров но я начал брать трубки но оказался директор так и не позвонил и думал мы разрулим эту ситуацию как-то нормально нормальным путем но заявление в полиции лежит более того он все изложил так как будто я толкнул вахтершу что я напал на людей что хочет повесить на меня криминал это там где убивают людей у меня злых помыслов никогда не было это все поучительный спортивный развлекательный контент и все и не более короче ребята это жесть пока из-за этих проблем у меня нет настроения вообще ничего снимать доснимать это видео я не буду в следующем видео когда я смогу разрулю все проблемы не знаю насколько это затянется сниму вам катание сниму вам то что вы любите но сейчас пока можете поддержать меня потому что возможно штраф будет очень большой поддержите купил одежду жесть кофты жесть штаны жесть носки жесть в жестевшем инстаграме заказывайте стоило ли оно того наверное нет но это все ради вас поэтому поддержите лайком подпиской на этот канал подпишитесь на канал же стим подпишитесь на канал прямо сейчас или я ворвусь к вам домой пока 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 я